Заседание молодежного парламента началось с важного вопроса – избрания нового председателя. На пост лидера свои кандидатуры выдвинули Павел Хомутов и Екатерина Кухарчук. Путем голосования победу одержала учащаяся механика технологического колледжа, которая и возглавила коллегиальный орган. К слову, девушка родом из Осиповичей, но Бобруйск полюбила всей душой и со своей стороны пообещала сделать жизнь молодежи города ярче и интереснее. Конечно, я рада, потому что я чувствую поддержку людей. Опять-таки, в незнакомом чужом городе, где нету никого. И то, что в меня поверило такое количество людей, что в колледже, что вот сейчас, как парламентария в поддержку, когда все же выбрали меня на пост председателя. Это, конечно, рада, это приятно. И, естественно, в ответ будет большая отдача. Еще одна тема, которая обсуждалась на заседании – правонарушения среди подростков и их профилактика. Заместитель председателя Бобруйского горосполкома Виктория Милюсик рассказала, что за семь месяцев в Бобруйске совершено 15 преступлений лицами, не достигшими 18 лет. Среди противоправных действий лидирует хулиганство. Кроме того, есть случаи незаконного оборота наркотиков, краж и киберпреступлений. А еще распитие алкоголя в общественных местах. Когда вы видите посторонние предметы, какие-то, лежащие отдельно мобильные телефоны, чужие сумки – 102. Если вы в учреждении, у вас для этого есть директор, для этого есть вместитель директора, и не надо искать себе приключений. Потому что все, что чужое появилось у вас в руках, называется кража. Также поднимался важный вопрос организации досуга детей и молодежи. Приглашенные спикеры рассказали о центрах дополнительного образования. Их в нашем городе четыре. Различных клубах и кружках по интересам, спортивных секциях, где можно с пользой проводить время и получать полезные навыки. Реализуется программа дополнительного образования детей и молодежи по 11 профилям. Ежегодно открывается новое направление. Это основы анимации, компьютерная графика, кикбоксинг, архитектурный дизайн, мода у многоборья, 3D-моделирование, интеллектуальные игры, чудо-ручки, мир музыки, мастерская эстрадного искусства и другие. Основной посыл встречи с молодежным парламентом – донести полученную информацию до своих учебных коллективов. Людмила Любимцева, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.